Вы начинаете, я покажусь. У нас сегодня очередное заседание нашего салона, первоисточник. У нас выступает Марина Полякова, которая в виде стенок вверх и зерно «Правда и прожарщина, как я вынесу». У нас только название «наобещающее», что даже задревовывает. Поэтому давайте просто ей подводим. Здравствуйте, Марина Полякова. Я всех вас очень и очень рада видеть. И сегодняшняя наша встреча, скажем так, она у меня очень волнительная. Я ее ждала давно, и вот наконец она состоялась, состоится. У меня эта осень вообще, скажем так, юбилейная. Мало того, что у меня юбилей был в сентябре, у меня был день рождения и юбилей. Плюс ко всему у меня в этом году, именно этой осенью, и именно в ноябре месяце, с 13 ноября, то есть считаем, с завтрашнего дня, десятилетия моей серьезной, творческой жизни. Так что вот у меня вот такой вот двойной юбилей получается. И, кстати, юбилей у меня, конечно, очень хотелось выпустить новую книжку. И мне так удалось. И на этот раз эта книга не поэтический сборник, это сборник рассказов. Сборник рассказов я выпускаю в дыру. И я вообще, конечно, поэт, и знаете меня больше, как поэта. Но, тем не менее, показывать, как выяснилось, рассказы тоже как-то получаются. Называйте эту книгу «Два дня рядом с калиброй» и другие рассказы. Как она создавалась? Здесь рассказы разных лет собраны. И поделена она, как бы, на две части. Есть рассказы, полноценные рассказы, есть рассказы-менеятельные во второй части, которые, вторая часть называется «Отголосина». Я сегодня вам буду читать и стихи, и рассказы, потому что читать одну прозу, это все-таки, я знаю, что это немножечко утомительно. Кроме этого, я вам приготовила еще несколько сюрпризов. И еще я хочу выразить огромнейшую благодарность моему большому другу, большому писателю Ирине Солиной, которая помогала мне и в редактуре, которая написала для этой книги предисловие, которое как раз именно вот так и называется. «Отголосина» и «Отголосина» и «Отголосина» и «Отголосина». Я не буду вам зачитывать это предисловие, я просто хочу сказать, что в эту книгу включены разные рассказы. Конечно, я больше тяготил к реалистичным вопросам, но здесь есть и сказка, здесь есть и немножечко мистики, здесь есть нон-фикшн, здесь есть какие-то моменты автофикшн, воспоминаний. Все рассказы, ясное дело, даже когда они опираются на какие-то свои события, ясное дело, они продуманы, переработаны, дополнены каким-то вымыслом, но это, наверное, каждый, кто пишет, пишет не просто мемуары и книги, а что-то пытается добавить в себя. И вот сегодня мы познакомимся, немножко я буду читать эти рассказы, немножечко будем слушать эти стихи. И начнем, наверное, все-таки с рассказа. Честно говоря, сначала я хотела назвать книгу именно по названию рассказа, с которого я сейчас начинаю. Рассказ, который, я считаю, именно рассказ принес мне на одном из фестивалей «Седьмого неба» Гран-при. И этот рассказ называется «Пати от ФБР». И, наверное, прежде чем я начну читать сам рассказ, я, наверное, все-таки обращусь к стихам и прочту вам шутошное стихотворение для настроения, которое называется «Нет худа без добра». Давно известно, самый верный путь к сердцам мужчин проходит через кухню. Пока, как на дрожжах, лишь зависть кухни, когда подруге нужно заглянуть. Она все что-то жарит и печет, там баночки с соленьями в подвале. И чтобы в доме том не подавали, любой мужик поставит ей за нее. Недавно мог бабулю повторить то, что была известной поварихой. Она могла ей весело и лихо из ерунды шедевры сыпать. Я открываю маленький секрет. Пыталась ведь готовить я сначала. Не порт в продукты, бабка мне кричала, уж лучше сочинила бы совет. Пора спасать и счастье мне, и жизнь. У бабушки я свистнула тетрадку с рецептами. Теперь меню в порядке. Теперь все выйдет. Клан мужской, держись! Чужое точно не пошло мне впрок. Не суп, а каша. Мясо подгорело. Не заварился крем, и тесто село. Такой вот получила я урок. С гитарой проводила вечера, привыкла я жива к вас. Фуд готовый. Но вдруг влюбилась в Парбу. Он шеф-повар. Нет, не бывает худо без добра. И, наверное, сейчас вы поймете, почему я, перед тем, как читать Патрия как СВР, выбрала именно это стихотворение. Я буду читать, наверное, немножко все-таки где-то сокращая, но пересказывая коротко смысл того, что умерло. Летнее утро после ночного ливня все-таки оказалось добрым и солнечным. И ребятишки от мала до велика гурьбой населись положен взад в пыль. Откуда ни возьмись, появился Вовка на велосипеде и сразу пролекался по самой глубокой луже. А так как скорость была все-таки приличная, то брызги от этого неожиданного шторма разлетели с радужным веером и попали в туфельку самой крохотной участницы дворового заплыва. Двухлетняя без малого хвостика Соня от восторга тоненько замерещала. «Мама, вода!» «Ай, Вовка!» «Ай, охламон!» раздался зычный голос от кудр и сверху. «И сколько я могу тебе капать на мозге за малышей?» Как по команде все головы поднялись вверх и раздался дружный радостный смех, а кто-то даже заплодировал щуп. На балконе второго этажа стрела та, которую двор не видел уже почти месяц, на которую все ждали и просто не верили, что болезнь посмеет не выпустить ее из своей жесткой кладки. Было только совершенно непонятно, почему не кто из соседей не знал о том, что она вернулась. Это была Фира. Вездесущая тетя Фира. Вообще-то ее звали Фирь. Но так уж повелось, что для всех она была или тетя Фира, или Фира Борисовна. Она так привыкла к этому, что даже подписывалась. Эльбер Рохман, четким почерком из всяких там финизершек и заговоренных. Фира знала все про всех и всегда. Ни одно, даже самое маленькое событие не проходило мимо ее внимания. Наверное, вот это сочетание инициалов и стремлений быть всегда в курсе и стало причиной того, что за ней прочно закрепилось прозвище ФБР. Обычно с самого утра она занимала свой пост у подъезда. Со скрипом открывалась старая зеленая дверь, сначала выплывал роскошный бюст, следом появлялась сама Фира, высокая, необъятная, ступая чуть в перевалочку роскошными ногами на скап и широких туфлях или войлочных обрезанных пален. Она основательно умащивала свою, как сама жила, называла мадам сижу на давно не брашенную стамейку, пристраивала на внушительные еврейские носочки, по хозяйски оглядывала двор, а потом доставала из тормана женивых семочек. Голуби и воробьи тут же появлялись и начинался дик. «Щикарный вид, Левя Павловна, мои глаза говорят, нашел вас новая палочка». Опять-то не в репетолога. Собственно, Фили не нужен был даже ответ того, к кому она обращалась. «Я сильно извиняюсь, Ви не дошелы на третий, так скажите же ей, пусть запарит внуку подорожную. Он так бухикает, аж не слышно, что там в радио про здоровье говорят». «Ви, я что-то не поняла. Школа от нынче с десяти часов работает. Как не в школу? Техникум. Ай, Вейкап, дети растут. Серожа, поди сюда, милый. Ты ж добрый. Сбегай до меня на второй этаж. Принеси скреселка, шайку. Что это сквознячек?» Самое интересное, что дверь в квартиру Фиры не скрывалась практически никогда. И если ее спрашивали об этом, призыватель не сумел. Осташел меня брать. Драгоценные пиарины и Фиры в том доме и нет ничего. Пусть попробуют вывезти кого-нибудь из нас. Фира и правда была достопримечательной. Вот и теперь Фира после долгого перерыва продолжала вещать с балкона. «Ай, ну шо стоим? Так и давно Соньку от кашля спасали», отрубила она. «А ну шевели кодолями. Сына из девчонки об утку». Гада молоденькая, Сонькина, мама рискок от вас. «Да ладно тебе, дядя Фир, когда-то было зимой, а сейчас вон какая жарища, жарища непростые». «Я вас умоляю, жарища ей, а в детей только Фира за вас думать будет. Вот малахольная. Бекицер, я сказала, не портите меня воспитание». Больше всего на свете Фира не любила вечера. Самое пустое время суток. Фира, ироничная Фира-советчица, Фира-ингрейская мамочка-твора паялась в вечерах. Фира давно жила одна. Так случилось. Но жаловаться никому не собиралась. Единственным спасением в такие вечера становилась толстая, потребанная тетрадка, в которую Фира записывала. Нет, нет, не то, что привлекало ее внимания к нему, не сплетни и услышанные разговоры. Она записывала в нее расписание добровых патий, именин для них. Патий. Это сейчас мы только и слышим. Патий. А тогда в 60-е слово ты такого не знали. Компания во дворе сложилась как-то быстро и сразу. Но я не буду описывать членов компании. То есть все собирались обычно вместе. Так вот, вся эта молодая компашка, обремененная разработчиками, разногозросными чатами, позволяла себе пару раз в месяц устраивать эти самые пати. И назывались они субботы. Каждый раз новое. И название определялось продукторами, из которых наши родители собирались закатить пир. То мясная, то яичная, то грибная, то фруктовая и много-много других. А еще непременно продумывалось место, где должно было происходить это радостное действие. Ясное. И вот именно к этим субботам Фира и составляла, писала меню. Вы спросите, а вот приготовление из одних овощей или обычной картошки целой кучи разных вкусностей руками исключительно мужчин, решивших давать по субботам отдых своим любимым жёнышкам, это было за свою исключительно тело. Рецепты ведь были от неё. Уж не знаю, может, она когда-то работала поваром в шикарном ресторане, а может, просто в какой-то момент просыпалась историческая память и гривенской мамочкой. Но вкуснее этих суббот трудно что-нибудь придумать. Вы спросите, откуда мне знать это, коли в те времена я была маленькой девочкой? Отвечу. Мне повезло, очень повезло. Однажды, когда эта маленькая девочка стала взрослой, при очередном переезде и попала в руку старая потрёпанная тетрадь, на которой было написано «Поваренная книга ФБР для вечеринок». Ох, сколько же потом было из неё приготовлено. А тогда мама просто рассказала мне о Фире, о субботах и о том, что, когда Фира сильно заболела, она отдала эту тетрадь моей маме и сказала «Я вас умоляю, не теряйтесь, ребята, встречайтесь хоть иногда и пусть эта тетрадь останется за манухой, за манухой сам вам и вашим деткам. И я имею тебе сказать, что не надо мне тут твоих глаз на мокром месте и не маши руками, лучше лови ушами моих слов. Главное, были бы все здоровы, а Фира будет рядом». Вот такой рассказ от Фири у меня получился. А сейчас хочу сказать, я вам говорила, что здесь в книге очень-очень разные рассказы. И я думаю, что фантазия, мистика, они, в принципе, должны присутствовать у каждого из нас и каждому из нас это за ноги, и поэтому вот следующая наша маленькая частичка будет посвящена немного мистики. И начать ее я попрошу Елену Данитову, которая прочтет мое стихотворение, написанное давно, которое называется «Ворожей». «Ворожей». врачевала переломы птицы кем-то раненой. «Ворожей». Лес делился с нею тайной, шорохами, ветрами, красотой необычайной и дарами щедрыми. Вот в корзинке медуница греет ароматами, мать и мачеха, душица, мята чуть примятая, коснет солнце. Все укрылось сумерками серыми, ворожей помолилась, прошептала верой. На печи отвары млеют, в доме пахнет зельями, эти ночи так и веют древними поверьями. Селит лунный луч в дорожку и в колодце плещется, а глаза молодой ворожки огоньками светятся. Спасибо. Это не так. Прочитала просто бальзам на душу. Спасибо, Лена. И я прочту вам тоже рассказ многомистический, но это будет связано уже не с Руси, а будет связано с Ирландией. И называется этот рассказ «Ночь после Святого Патрика». Вот так всегда, когда дома чего-то ждешь, оно приходит и почему-то слышь, он быстро заканчивается. И сегодняшний шумный, веселый, зеленый день, день Святого Патрика, уже ушел в прошлое. Смолкли голоса и смех, усталые волынки, выдохнули прощальными звуками и даже остатки аромата хмельного эля куда-то уносит ветер. Густая фиолетовая ночь накрыла деревню. Только Алафера не спалась. В его голове до сих пор крутились и не давали покоя воспоминания встречи с удивительной и странной девушкой. Она появилась совершенно неожиданно в то время, когда все танцевали кейли. Тонкая, изящная, безумрудная платья, стрелестником клевера в темных волосах она словно ниоткуда появилась в центре круга. Встроенные ноги быстро переступались так быстро и джиги, а руки едва заметно давали сигнал к перемене фигур. Тогда у Алафера возникло шпучее желание хоть на секундочку к ней прикоснуться, но правилам танца не давали такой возможности. Он смотрел в ее глаза, отдающие зелененью и горящие каким-то неземным светом, и ему казалось, что они затягивают его в неведомое глубинное. А потом она просто исчезла. Как будто и не было ее никогда. Сколько ни искал ее Алафер, кого только и спрашивал, никто ничего не мог о ней рассказать. А некоторые даже смеялись и говорили, что это кмель рисуешь, ему такие видения. Алафер больше не мог просто ворочаться в кровати и вышел из дома. Он пригладил распрепавшуюся рыжую шевелюру и пресену скамьи у порога. Огромная бледная луна повисла в темном неподвижном небе. Ее холодный серебритый свет так и манил куда-то. Вдруг за реки метнула фигура девушки и метнулась в сторону леса. Не ходи, зазвучал где-то внутри голос, давно покинувший этот мир бабки. Не ходи за видением это фейли, пропадешь. Крепкий молодой парень только упрямо мотнул головой глупости и стремительно поднялся с остановлением. Ноги сами понесли его замелькавши допереди силуэтом. А лаферках одержимый бежал по лесу не разбирая дороги. Иногда ему казалось, что он отрывается от земли и летит по ломному лучу, отыскивая следы маленьких ног. В тишине ночи были слышны только треск обломившихся литвей до оконей и сок с красоты. Иногда столько-только раскрывшейся листвы, которая в призрачном свете луны казалась паутиной, срывались капли прохладной ночной росы и катились по разгоряченному луцу на полотерах. Но это не остужало парня. Ему уже чудился нежный голос незнакомки, который звал и манил за собой. Вдруг под ногами закачалась земля. Болото. Но разве может остановить какое-то болото смелого ирландца, бегущего за мечтой. Над пружинящими почками в полетном танце закружился целый сон разноцветных мелькающих точек. Это маленькие сверкающие эльфы затеяли хоровод. Слышался нежный смех и шорох трепещущих прозрачных крылышек. Неожиданно лазер почувствовал, что под ногами только коварные трястины тянущие от грудь. А над головой все загружились эльфы, протягивающие ему свои тонкие ручки. Дотянулся вдруг вытащить проникнула мысль, но в это время откуда-то донеслось первое макияное покорение. И целый хор горлоланящих педуков вспугнул эльфов, которые тут же растаяли в вышине светлой облакой. Последний дык ауфера заклинился в мутной болотной жижи. И опять наступила тишина. Рассветное солнце выкатилось на волю из ночного плена. Только маленькая печуга тревожила отренний покой, распевая светки ели о страсти и боли над мёртвой 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 гладью болот. Вот такая мистическая история, а сейчас небольшой сюрприз. я очень давно не играла классику. Очень давно не садилась на такой инструмент. У меня дома фортепиано нет, у меня синтезатор с которым так было. Но сегодня я решила вам сыграть одно из моих любимых произведений. это приютия Шопена Миньморта. Если что, не ругайте меня, пожалуйста. Миньморта, Миньморта, м Анфиминской Миньморта, кати Миньморта Субтитры подогнал «Симон» 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 у тебя. Опять плохо. Нет, у меня все хорошо. Что ты мне глупые вопросы задаешь? А то сама не знаешь. У меня же ничего хорошего по определению быть не может. Вот так всегда. Позвонит утром, всякой ерундой наговорит, только нервный умно. Ты не знаешь, о чем с матерью поговорить, лучше не звони. Мам, ну все. Успокойся уже. Может тебе что-то нужно? Пока я на работе, Витя будет привезу. Что твой муж привезет? Сыр, который я не буду есть? Или морковку толщинную руку? Я все покупаю сама, никогда уже беспомощно. Все. Еще раз здравствуй. Я постельное белье поменяла, но опять забыла как машинку включать. Рассказываю. Ох, мам. Белье уложила? Порошок насыпала? Да. Включай большую красную кнопку. Потом режим 3 раза нажать. Раз, два, три. Загорится быстро. Есть? Да. Теперь следующей кнопкой установи температуру. 60. Я нажала. Нормально. И пуск. Все. Ничего не все. Она не работает. Ты моргает. А ты подачу воды включила? Нет. Забыла. Ну даешь. Выключай все и начнем сначала. Алло, Алина. Это опять я. Да, мама. Ты за компьютером? Мне нужно, чтобы ты мне про лекарства почитала. Я сейчас не очень могу. Давай чуть позже. Ты что, матери, 5 минут уделить не можешь? Я тебя что, о многом прошу? Все, мамочка, текстуй, как называется. Найду. Сразу перезвоню. Ты знаешь, мне сейчас звонили из банка. Какого банка, мама? Не перебивай. Они сказали, что с моей карточки кто-то пытался снять деньги. Какие деньги, мама? У тебя нет карточки. А та, что на проезд, там разве не деньги лежат? Мам, ты меня доконаешь. Нет там никаких денег. Ты по ней бесплатно ездишь. Это пустышка. Что ты на меня орешь? А вдруг это мошенники? Ну ясное дело, мошенники. А ты, мама, запомни, не отвечай на звонки с незнакомых номеров. Никогда. Тогда я и орать не буду. Ариша, ты занята? Да нет, мама, говори. У меня депрессия. Что-то так плохо. И вчера, и сегодня. Вот достаю фотографии, перебираю. Нашла с твоей свадьбы первой. Никак не пойму, как, чтобы я за него замуж уходить. Ну страшный же. Обезьян, обезьян. Мама, давай не будем о вкусах и моем первом замужестве. Дело-то прошлое, о фотографии. Я понимаю, что когда ты их смотришь, тебе не так одиноко. Но ты так потом отстраиваешься, и давление повышается, и спеешь плохо. Давай я к тебе приеду. Даже не вздумай, куда на ночь глядя, уже темнеет. Мама, мне ж не 15 лет, и даже уже не 30. А вот ты бы лучше хорошенько подумала, но все-таки к нам переедешь. Будет тебе и попроще, и не так грустно. Ты мне спокойнее, когда рядом на глазах еще чего. Меня из этой квартиры, где мы с папой столько лет, только ногами вперед. Что я у вас делать буду, а то все мое родное. Ну ладно, ладно, мама. Главное, мне ночь. Все, я скоро спать пойду. Спокойной ночи. И только мне на всякий случай утром позвонили. Вдруг что. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Жизненная ситуация, жизненный диалог. Так бывает часто. Ну, а сейчас хочется еще о чем? Мы очень часто вспоминаем и свое детство, и детство наших деточек. То есть детство это всегда такая штука, из которой много-много-много-много можно черпать для любого. И для стиховки, и для рассказа с такой буквы. Но вот сейчас как раз я к этому и обращусь. Так. Сейчас я попрошу Светочку вот так прочитать предотворение, которое мы с вами вкладываем. Так. Из детства вырастают взрослые. Мы вдумывали моря, рисовали картонные карты. И с июня до сентября до темна пропадали в парках. Самодельный пиратский флаг, треуголка из старой газеты. Без кровищ нельзя, никак. Это главная фишка лета. И не важно, что самоцвет был стеклянным цветным осколком. В нем и солнце, и ветра след. Он волной шлифовался долго. Пятаки зарывали в песок, словно плац золотых дублонов. Виноградный янтарный сок нам казался ямальским ромом. Эх, вернуться бы вновь туда. Убежать бы из взрослой клетки. Но безжалостные года. Шлют из детства чёрную метку. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Это скажем из нашего детства. А сейчас я прочту вам рассказ, который называется «Вспомнить молодость». Это действительно самый реальный случай. Реальный случай о моей дочери. Старшей дочери. Сейчас у неё со мной уже двое деток. Но когда она прочитает этот рассказ, она очень смеялась. Она говорит, да, мама, ты знаешь, действительно, я такой помню. Проходите, пожалуйста. Это давняя история. Уже много-много лет прошли. Мы молодые, дети маленькие. Никаких компьютеров, гаджетов. Лучшее развлечение для детей. Книги, игры и детские передачи по телеку. Хорошо. Воскресенье утро. Мы с мужем в кухне. Я жарю партошку. Он ассистирует дети. Старшей ленией шесть. С хвостиком. Младшие в садике почти три. Проснулись и лезвятся на разложенном родительском диване. После вчерашней перестановки в доме ещё лёгкий бардак. На полу стопками книги, ещё не успевшие занять своё место в шкафах и на полках. Смех. Детская полтавна. Переворачивая зарумянившуюся картошку, неожиданно понимаю, что в комнате подозрительно тихо. Бегу посмотреть его. Дети мирно сидят на диване, а Лена читает сестёнки, демонстрируя картинке замечательную книгу «Откуда берутся дети?». Но надо же было, чтобы купленный в Ленинграде комикс для развития детей, кстати, совсем неплохой, оказался прямо сверху на одной из книжных стопок, спокойно забирая, заменив более нейтральной детской литературой и пообещав потом почитать эту книгу вместе. Всё мирно. И выходной продолжается. Понедельник. Дети уже в садике, муж на работе. Спешу поскорее управиться с домашними делами, потому что Ленку надо забраться с сада пораньше, после обеда. Она ходит на подготовительную гимназию в скорой школе, а делать домашнее задание, когда Санька любит дома, практически невозможно. Ура, всё сделано, можно за ребёнком бежать. Прихожу. Воспитательница выводит Лену в раздевалку и с расширенными глазами шепчет. «Ну, Лена, нам сегодня устроила». Начинаю, естественно, волноваться, что случилось. Представляешь, гуляй с детьми на площадке. Мальчишки с мечом, девчонки в больницу играют. Вдруг твоя ложится на скамеечку, принимает странную позу и заявляет, сейчас рожать буду. Я и отвлекла их от этого процесса. Ничего не остаётся делать, так объяснить вчерашнюю ситуацию с книгой. Воспиталка начинает смеяться и тихонько просит. «Ну, ты уж дома-то работу проведи». Идём домой. Внутренне, давясь от смеха, спрашиваю. «Ленчик, что же ты в садике рожать надумала?» Ответ меня просто выпил. «Ой, мама, нельзя, что ли, молодость вспомнить?» «Дети давно не рожала». Это была действительно реальная история. «Дети немножко вас позабавили, немножечко посмеялись. А сейчас будет, наверное, ещё один сюрприз. Сейчас, вы знаете, как в музыке, сейчас спою. Вот сейчас я спою и спою, не просто так. Это будет премьера песни, написанной мною на стихи Марины Трусевича. И называется эта песня «Так на стихи Марины Трусевича». «Это пальма в снегу, вся пропитана болью, и в страданье безмолвно нашу тайну хранит». «А как манил он нас с тобою, манил он, запах лаймовой рощи над зелёной волной. А как кружила нас с тобою, текила, и как сыпал нам солью на запястье прибой». «Это пальма в снегу, тайна в белых одеждах. Эта пальма в снегу, страсть замёрзшей мечты. Эту пальму в снегу ещё греет надежда, Скинув санавис снежный нашу тайну раскрыть». «А как манил он, запах лаймовой рощи над зелёной волной. А как кружила нас с тобою, текила, и как сыпал нам солью на запястье прибой». «А как кружила нас с тобою, текила, и как сыпал нам солью на запястье прибой». «Дорогие друзья, сейчас будет ещё один маленький сюрприз, но уже для Марины Калигоровой». «Помните героиню Бернарда Шоу «Миссис Сэвидж», которая размышляет о том, сколько есть способов признания в любви человеку хоть по сто раз в день, даже не употребляя слов «я люблю тебя». Читаем Марину Калигорову. «В ночи ненадёжно, в ней призрачный морок, изломанный лунный свет, в сетях бездорожье уделена скорость, да в гонке и смысла нет. А ветер проспал, и поток полусолнный шумнул во дворах пустых, едва пробежавшись по крышам кроном, улёгся в траве и стих, и словно подросток, на ощупь тревожен, пытаюсь найти свой вкус. А хочется просто, в ночи ненадёжно, а покрепче в тебе, прийти». Прочитал недавно замечательный эссе в Танчике Мажорине, посвящённое творчеству Анатолия Гриценко. И в голову пришёл такой экспромт. «Когда душа на кончике пера не чернила, то даже клякс будет хороша и сердцу мило. На кончике твоего пера, Мариночка, твоя душа, спасибо тебе за это». «Спасибо огромное!» «Шапель подала, как Марина Крусевича, здоровых Сибирей и крепких уже морозовых снегов». «Я всегда слёз, очень приятно». «Я пока положу микрофон, он мне ещё раз так не заделся». «Отколку и отворачиваться надо. Ну, а мы продолжаем. И вот после таких слов, после самого степила я прочту ещё один рассказ, небольшой, который называется «Матрёшки». «Ох, уж эти матрёшки!» «Ох, уж эти бабские семьи, с их учись хорошо, будь внимательна, не повторяй чужих ошибок, воспитание. Когда настоящие мужчины только в романах, да и слитка на телеэкране или в кино, и вообще не верим, все мужики с волны. Трое нас, бабушка, мама и я, и вроде никого долюшка красотой женстве не обделила, стройные русоволодцы, крутогруды и крутобёдры, а судьба старается нас под копилку скроить. Не дать мне взять трое из дворца. Нет, скорее, макрёшек. Да и живём вместе в одном трёхкомнатном хрущёвском замке с незапамятных времён бабушкинской юности. Бабушка, бабуля, училка со стажем из интеллигентной семьи с правильным воспитанием. Но ведь угораздил же в институте влюбиться, а как устоять красавицу, умница, девки за ним шреются, а он из всей этой девичьей толпы её выбрал, заприметил. Отметился, но до завтра недалёк. Натура, всколько зла, взяла своё. И он успокал очередной жертвы. Но от этой неземной любви, как и положено, вылупилась на свет лапочка-дочка. Ну, вы поняли, потом эта лапочка моей мамой станет. Ах, деточка, ах, красотулечка, сама умная, самая замечательная. Сначала все эти восторги уси-пуси, параллельно с этим закалкой, сражение бабули с жизненными кочками и плечками, без мужа кажется, сама и горячую иску, и коня, наскакую. А потом правильное воспитание маленькой матрёшки. Стихи на стульчике, школа, музыкалка, всяко-разные кружки для общего развития. Время оно скоро. Не успели оглянуться, уже и праздничный наряд для выпускного шьется, а на красивые мордахи румянные стрелки рисуются. Пора бы и по стопам старше идти в лабораторию институту, в городе. Только заортачилась вот матрёшечка, не пойду в училки, и всё тут. Первый пункт в благостном королевстве, рассорились, понятное дело. Но мамочка моя на своём настояла, отучилась в торговом институте, с товароведой подалась, а вот всё изменится. И в благосостоянии, и в доле женской. Изменилась. Стенку купили. Бабушка, правда, в свой комодный сервант ни на какие новомодные горки менять не согласилась, так и стоят до сих пор в её помните. Сапу вместо кровати с шишечками. Телевизор-голизон тоже в комиссионку переселился, а тут и жених для мамы подвернулся. В одном санатории от общего ведомства оказались, там всё и сложилось. Надо же, и до сад зашли, и покричали корько, казалось бы, матрёшкину стезя, в другую сторону развернулась, звери, да радуйся, а нет. Наверное, это я, появившаяся через полгода после свадьбы, рановато, да, надоела папеньке ночными криками. И он решил, что сыпь по горло семейным счастьем, я ещё и на горшок самостоятельно не села, уже забыла, как он выглядел. И опять рассадился устоявшийся мотариархар в родовом, совковом, замке. Бабушка, королева, матрёшка, мама, старшая, королевская, прелина, и я, подрастающая, матрёшкинская чада. Только чада оказалась Буратинских кролей. В папку, наверное. И сколько бы бабушка и мама не старались направить непокодную на истинный матрёшки путь, как же так наша матрёшка и совсем не похожа, все их труды были напрасны. Начиная с лица, да, друзья, одни мальчишки-сорванцы, а соответственно, главными атрибутами растущей принцессы были битые коленки, велосипед с колесом восьмёртвы и так сахаром старшим ловить. Какие стихи для гостей, какая чёрт-то музыкалка, из каждого утюга хочешь рэп, хочешь попса. Далось все нельзя, если очень хочется. Тем более свита всегда рядом. Бабушка расстраивалась и горевала. Вот ещё одна беспутная растёт, тоже небось в матери-одиночке метит. Мама билась, а потом махнула рукой. Уж если в голову втемяшилась, не выбьешь вся в меня. А я? А я что? Вот влюблюсь? Тогда и поглядим. Но не всем же матрёшкам в одинаковых улыбках да одёжках ходить. Краски есть и улыбки по-другому не рисую. И жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Немножечко мы так расслабились, но вот сейчас, наверное, всё-таки немножечко о наболевшем. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что нас всё равно никогда не отпускает то, что происходит у нас сейчас. И на эту тему тоже есть и стихи, есть и небольшой рассказ. Сейчас я хочу представить слово Евгении Степановой, которая прочтёт моё стихотворение «Сестричка». На лице была хрупкой и нежной, Внутри, как стальная пружина. Единственное стало надеждой для вроде чужого мужчины. Соломик и света из жизни, что быть не даже из бездны, упрямо твердили. Истисти. И сдаваться нельзя. Бесполезно. Когда над собой был невластен, когда задыхался от боли, Девчонки, сестре из сочасти. А Верик, она не позволит Удержать его в этом мире, Хоть всё в нём непрочно и плохо. Уходи весь. В ресторан, Верик, Солдатику, Женщику, Девчонки. Маленькая зарисовка, Которую называют «Жара». За окнами лета, Слишком жарко, Слишком душно. Где-то кого-то затапливает, Заливает, А у нас ни капли. Ветер, раздувающий шторы, Гонит в комнату горячий пыльный воздух. Я теку. Теку по ленивому потоку сознания, Вернее, странных обрывочных мыслей, Которые разглядываются И никак не хотят собираться в кучу. Теку, как пломбир, Который держу в руке, Слизывая с вафельного стаканчика Медленно сползающие густые Прохладные капельки. Теку, как марево над плавящимся асфальтом. Крайный глаз наблюдаю за татом. Виняга, у него жара В двойном размере. Шобота, будь здоров. Перевалив через порог, Он направляется в самый неосвещенный Угол комнаты И тоже растекается. На голову прохладным и муром. Может, рядом пристроиться. Тут же отметаю эту мысль. Для этого нужно встать с кресла, А мне лень. Лень даже пошевелиться. Да и шутковато на полу. Мороженое, хоть и подтаявшее, Кажется, возвращает меня к жизни. Сквозь горячий текучий воздух Начинаю проникать. Начинаю проникать звуки. Слышу негромкое тяканье дворовой шапки. Отработка за дармовые вкусняшки Слышится довольных бабулек. Тот же за окнами раздается звонкий смех. Господи, неужели у кого-то в такой день Может возникнуть желание смеяться? Но любопытность поднимает мне средство, Я выхожу на балкон. Во дворе незнакомая молодая Женщина и девчушка лет пяти С торчащими хвостиками цвета солома И странно выделяющимися на бредном лице С темными глазами. Наверное, приезжая. Девочка скатывается с железной обшарпанной горки И заливается щитыми смехом И снова бежит вверх по лесу. Откуда у детей столько сил и энергии? Сверху с бледного, как будто выцветшего от жара неба Доносится мирный урок. Место над домами привычно пролетает вертолет. Девочка на мгновение замирает, А потом со всех ног лежит под горку и прячется, Закрыт лицо путенькими ручонками. Женщина торопится к ней, Присаживается рядышком на корточке И крепко прижимает к себе. «Леся, леся, не бойся, родная, все хорошо! Сюда не прилетай!» Ее рука беспрестанно движется по голове И взрывающий спину ребенка. Девочка не плачет, Только что потихонько шепчет, глядя на мать. Они выходят из подборки И, взятые за руки, идут со двора. А мне страшно и больно. Страшно, потому что до сих пор не до конца понимаю, Почему это голубое небо, по которому просто летит вертолет, Может оказаться смертельной угрозой. И я, взрослая тетка, страдающая от жары, В отличие от маленькой девочки, Еще не знаю, что такое прием. Больно. Потому что каждый новый день, Будь то жаркое лето или морозная зима, Несет трагедию. И еще неизвестно, сколько потребуется времени, Чтобы все это залечилось и затянулось. И я срываюсь с места. И люблю писать об этом. О случайном эпизоде, Который стал для меня ледяным душем В этот зимой день. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сама считаю самой кому угодно. Ну, сейчас мы немножечко перейдем Опять к свету. К свету, потому что сейчас Немножко о Крыме, Немножко о любви, Немножко о лете и о счастье. И сейчас я попрошу Алену Розенову Прочесть стихотворение, Которое называется «Летнее счастье». «Летнее счастье». Море, Закатное небо и чай. Солнце скользит В скутах облаков, Бродит волна По обкатанной гальпе, В поисках чьих-то забытых следов. Близги летят фейерверком соленым, Мягко сверкают в последних лучах. Ветер горстянный, Их селит по спорам, И рассыпает на пляжных зонтах. День любви, Тишины и покоя, Шок, шок, Исфольницы парки, Закатный цинь, И пленных лифонов, Летнее счастье, Как в принципе мускай. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. И сейчас... Ну, влевочка наша идет. Конечно, если потом захотите еще, Не вопрос. Книга вот называется «Два дня рядом с Корибри», А я еще к этому рассказу даже не подошла. Вот сейчас о нем и хочу немного поговорить. Это рассказ о Коктебеле, О Лете, о Коктебеле, О том, как там бывает, О том, как там здорово. Я не буду читать весь рассказ. Этот рассказ, в принципе, смысл его Это встреча с одной маленькой, Не совсем обычной девочкой. И я прочту, наверное, пользуя из него кусочек, О том, если кто захочет, Всегда нужно найти. Вы прекрасно знаете, да, Что в Коктебеле, я его назвала Олейный город мастеров. Там всегда на набережной, да, Всевозможные. Торгуют картинами, ювелирными, Всякими украшениями. Мастера. Я начало не буду читать, Я подойду ближе к концу, скажем так. Из Олейного города мастеров Для того, чтобы просто И как тебе немножко увидеть, И саму девочку потом. Из Олейного города мастеров Иду к давно заброшенной Логичной станции Почти у самого подножия гор. Вечер. Мне нравится прощаться С уходящим днем На далеком стареньком причале. Здесь тихо, и кажется, Что каждый шорох становится Объемным, кровлым, И катятся эти бусины звуки Через гор, да по шелестящим травам И шуршащему песку прямо к морю. А там сливаются с говорливым прибоем. Кто знает, Может, потом они станутся Русалычи из сказки Или песни о дельфине. Но сейчас эти звуки со мной. Я перебираю их, как четкие, И смотрю вдаль, Туда, где и не разберешь. То ли небо стекает в море, То ли море, вопреки всему, Пытается умыть Зависшее медленное солнце. И никак не получается уловить То самое мгновение, Когда светящийся шар Будто срывается С невидимых нитей, И начинает тонуть В уже темнеющей воде, Оставляя на низу Заваза медленного Сполохи, Словно гаснущие в море. Обратно иду через парк, И по дальним тихим милочкам, Где пахнет ночным фиалкой, Жасмином, И в горе. За разнокалиберными Заборами слышны Разговоры И смех курортников. Лениво переберешь, И не вторят собаки. Подхожу к дому, К своему светкому На время отдыха. На нижней ступеньке Стоит Ася. Ася – это та девочка, О которой, собственно, Рассказываю. Призывно машет, Одновременно Прикладывая палец к губам. Подхожу. Девочка тихонько шепчет. Пойдем. Покажу цветной туман. Идю за ней. Вроде ничего особенного. Знакомый фонтанчик Рядом с пышным кустом Алиандра. Как всегда, теплый, легкий ветерок Раздувает струйки В мельчайшую лодину пыль И сыплет их на листья, На траву на лице И плечи, стоящих поблизости. Но главное волшебство Этого места – фонарь, На который я никогда не обращала Внимания. Оказывается, он разноцветный, Как елочная героиня. И работает также С разными промежутками И в разных режимах. И в этом свете Шлейф из ледяной пыли Становится очень похожим На цветной туман. Здорово! Восхищаюсь я. Тихо! Сейчас они придут, Шепчет Ася И быстро ставят под путь Какую-то посудину. Пойдем скорее. Она берет меня за руку И тянет за собой на скамейку У другой стороны фонтана. Садимся. Через пару минут К нам подходит Асина мама. Ну что Асина Дождалась? Здравствуйте, Меня зовут Оксана. Я мама этой Ёжкиной пастушки. Ольга, извините, Чьи пастушки? А разве Ася не сказала, Зачем мне здесь? Засмеялась женщина Так захтем. Неожиданно, Неожиданно, Совсем рядом, Сопение, Шорохи и быстрый топор. По дорожке, Сквозь радужный туман, Калиандр спешит Семейство ежей. Двое взрослых и малыши. Брызги воды, Попадая на колюшки, Сверкают под фонарем И делают пусть даже На какой-то краткий мир Бегущих Ёжиков И не менее Много волшебными. Они торопятся К оставленной Асе Плошадь с молоком. Девочка Оказывается Не только Ёжкина пастушка, Но и корневец. Видеть Через мерцающий туман Детскую Истинно счастливую Улыбку По такому, казалось бы, Кустяшному поводу. Еще одно Открытие Этого удивительного Вечера. Ася порывется Поднимается Со скамейки И замирает Вытянув Стольненькую шею, Вглядываясь В радужную дынку За фонтаном Не дать Не взять Зависшая Над цветком Птах. Только вместо Цветочного нектара Для жизни Ей нужны Вот такие Вспески радости, Как эти Ёжики В радужном пумане. Всего Несколько минут И колючая Синейка Уже спешит По своим Неотложенным делам. Пора и нам. Мама, Можно я отдам Мисочку Оле? Женщина кивает, А девочка Достав из-под куста Плошку Подходит ко мне. Мы завтра уезжаем, А они Привыкли И приходят. Корми их По вечерам, Ладно? А потом, может, Еще кто-нибудь найдется. Обещаю И принимать Плошку, Как эстафетную палочку. В глазах Аси Вспыхивает Игонек Радости. Кажется, Этот свет Так и рвется Изнутри, Чтобы отдавить Счастье Каждого. Аси срывается С места И в припрыжку Бежит за мамой. На ходу Поворачивается И продолжает идти Спиной вперед, Звонка кричит До свидания. А я остаюсь У фонтана С прошлой руки И думаю. Все мы Когда-то были Немного Василисами И Алисами, Винни-пухами И ежиками В тумане, А иногда Просто хрупкими Нежными Петерами. До свидания И счастья тебе Маленькая Каринка. Ну и сейчас Напоследок Опять Споем. Я сегодня Прямо поющий Автор. На этот раз Это будет моя Песня. Музыка И исполнение И все-все-все Мое. Пожалуйста. Музыка 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 Агуст кончился в море, бросаешь монету. Солнце гладит лучом потемневшую кожу. Золотые шары, знак ушедшего лета, Крики чают в молчании над пляжами тоже. Где-то там за спиной звуки вечного джаза, В ритме блюза ведут нас по лунной дорожке. Капли моря блестят, словно росы к алмазам, Пусть еще эта сказка продлится немножко. Капли моря блестят, словно росы к алмазам, Пусть еще эта сказка продлится немножко. Капли моря блестят, словно росы к алмазам, Капли моря блестят, словно росы к алмазам, Капли моря блестят, словно росы к алмазам, И качается счастье в миноре осенне. Спасибо вам, мои дорогие. Ну, если у вас есть ко мне какие-то вопросы, Я на них с удовольствием отвечу. Если кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста. Ну, то, что я хотела вам сказать, я сказала. Спасибо большое вам, Искав. Просто нам очень удружили, уважаемая Марина. Большое, огромное спасибо. 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 Давайте еще раз поблагодарим. Я считаю, что очень удача была. Кстати, никто больше не хочет сказать, что-то сказать. Да, пожалуйста. Конечно, золотой человечек, дорогой, любимый, близкий. Поздравляю. И на самом деле, ну, была такая задумка. Марина, ну, все вот так спонтанно. Марина Трусевич, Наташа Иванова-Харина, Сергей Посад. Да, мы переписывались, но вдохновение от варенья пришло, к Наташи не дошло. Поэтому от нее пламенный привет. Спасибо. От меня, ну и от всех, наверное. И всплакнули, и улыбнулись. И на самом деле, вот, продолжаем висеть. Свой бегасик машет крыльями, уносит. И продолжать нас радовать. Спасибо. Я не садовала. Марина Трусевич, замечательный. Спасибо. Роза, просто, вот она у нас настолько большой молодец. И сегодня еще раз это показала. Дай бог, и здоровья, и удачи. Спасибо. Спасибо огромное. Это еще не все. А чтоб ты летала. Вот. И меня уже это заканчивается. Я так и загадала. Спасибо огромное. Долая женщина, ты не грусти, что юность осталась уже позади. Что выросли дети, ты снова сама, а в золото коз заклилась седина. Милая женщина, ты не грусти, что пройдена большая доля пути. Что часто бывает тебе не до сна, и мимо проходит шальная весна. Милая женщина, ты не грусти, сомнений не хочет в душе пустить. Бывает, что розы их сужу цветут, а осень не зря. Золотою золотою. Спасибо. Дарите женщине цветы. Не только на 8 марта. Пускай они совсем просты и не подходят под стандарты. Ромашки, лютики, сирень, души с их ландышей, букеты. Счастливым станет этот день для каждой женщины планеты. Любите женщину всегда. Не только с праздными ночами. Любовь продлит ее года, и счастье дольше будет с вами. Я повторяю вновь и вновь, и повторять не перестану. Дарите женщине любовь и мир. Всегда добрее станет. Вот так. Спасибо. Молодой души уходящего лета. Спасибо. Все по-вышею. Объемное. Можно еще сказать по поводу книги. Да. Вот прошлая книга, Мария Васильевна, я бы отнимусь. Ларецкое настроение, да? Вот на самом деле книга, которая у меня настольная. Вот плохое настроение, открываю Марину Полякову. Хорошая тоже. Столько хороших, красивых слов здесь написано. А вот новая книга, ну тоже впечатлила. Вы сами услышали, да? Вот такие, кажется, проза, кажется, ну, современная жизнь. А вот хочется слушать, хочется читать и продолжать. Там еще много тем. Вот. И поэтому есть повод об этой книге поговорить еще. Спасибо большое. Так, ну что, больше желающих нет, да? Маринечка, мы еще раз тебя поздравляем. Спасибо большое. Я очень рада. Всего тебе доброго. Я очень рада. Всем спасибо. Всем спасибо огромное. Спасибо. И я, конечно, благодарю, если я ему подарю, подпишу. Подпишу. Подарить можно прям так, на камеру, а подпишу. Мы сейчас куда-нибудь приняли вас удар, это бесценный бестселлер. И хотелось бы сказать, что вы замечательный поэт, прозаик. Ну, вообще, человек талантлив, он платит во всем. Не только музыкант, художник, и пишет замечательные стихи, а еще и проза великолепна. Спасибо большое. Спасибо. Я не знаю, что будет в следующем году. Танцы, Марина, танцева еще не было. Но еще время есть. А подготовка к его штампу. Вот. А нам бы была удача быть современниками. Такой замечательной нашей подруге Марина. Лёва, огромное спасибо тебе. Лев Афсиян, он записывает нашу встречу. И она потом будет наверняка. Я очень надеюсь, да. Отлично.